Всем привет! Вы слушаете подкаст Порно, развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами, как обычно, ваши ведущие Дарья, это я и мои дорогие коллеги и друзья Паша. Всем здравствуйте! И Серёжа. Привет-привет! Мы сегодня с ребятами собрались в нашей уютной студии при ламповом, неоновом, красном свете, чтобы обсудить очередную пикантную тему. Хотя у нас как бы все, да, темы пикантные, и подкаст у нас вообще очень пикантный. Вот, но говорить мы сегодня будем о том, как снять приличное хом-видео. Хочу сразу подчеркнуть, что в Российской Федерации за распространение порнографии можно присесть неплохо и надолго. Так что напомню, что хом-видео это видео, которое предназначено исключительно для вас и, в общем-то, всех членов вашей семьи, которые принимали в нём участие. Конечно, речь идёт о совершеннолетних и согласившихся заранее на это действие. Господи боже мой. Тееспособных, совершеннолетних людях, которые осознают и отдают отчёт своим действиям. И желательно тех, кто не является вашими родственниками. Да, и вы не планируете продавать это за деньги. В общем, да, держим в голове, так сказать, все эти юридические нюансы и дальше наслаждаемся процессом. Но прежде чем мы наконец-таки узнаем, как это сделать, я предлагаю нам послушать новости, которые принёс нам сегодня Паша. Начнём с такой темы, довольно неприятной, но, тем не менее, надо её затронуть. Рон Джереми есть такой персонаж. Если вы, начиная смотреть порно, видели отвратительного мужика, очень волосатого, в плохой физической форме, с усами, похожего отдалённо на Марио, если бы он сильно пил и много ел. Вот это Рон Джереми. Сейчас ему 68 лет. И, собственно, он рекордсмен книги рекордов Гиннесса по количеству роликов. Там более чем 2000 работ насчитывает его фильмография. Слушай, ну, Джонни Синса 2500. Ну, мне кажется, данные не очень актуальны. Может быть, на момент того, когда его вносили в книгу рекордов Гиннесса... Джонни Синс ещё пешком подсоходил. Джонни Синс, да, соответственно, ещё пытался сделать карьеру в кино. Нормально, да? Рон Джереми ещё в образовательную деятельность успел. Он учил мужчин делать женщинам куннилингу. А, инфокурсы запускал? Ну, собственно, что произошло? Прокуратура Лос-Анджелеса на данный момент предъявляет ему обвинение по более чем 30 пунктам, связанным с сексуальными домогательствами. Очень отвратительно всё это читать. Я не буду вдаваться в подробности. Но там речь и про изнасилование, и про принуждение к действиям на иным сексуального характера, сдерживание, домогательство. Ну, в общем, приставание к женщинам во время сна. Ну, просто очень-очень неприглядно всё. Вся эта история вообще завертелась ещё в 2017 году. Начали прилетать ему первые обвинения, собственно, в сексуальных домогательствах и насилии. Очень много актрис из индустрии сейчас присоединяются к обвинениям его в адрес. Ну, такие, в частности, вот Джулия Энн присоединилась. Очень известная в индустрии актриса, да? Джинджер Бэнкс, Дженнифер Стилл, Даника Дайн. Ну, то есть целый ряд имён. Девушки говорят о том, что действительно имело место быть. Вот это всё он уже персона нон-грата в индустрии. То есть профильные СМИ про него предпочитают вообще ничего не писать. Он не допускается ни на какие премии. То есть AVN, XBIS, они абсолютно запретили ему доступ ко всем мероприятиям под их эгидой. На самом деле обвинение очень серьёзное. На 12 октября намечено заседание суда и грозит ему до 330 лет тюрьмы по всем эпизодам в совокупности. На самом деле он, конечно, всё отрицает. Ну, не знаю, мне этот человек никогда не нравился. Он абсолютно асексуальный как внешне. Так и, ну, вот честно, есть такое предположение, что он мог сделать что-то нехорошее. Но он неприятный, как Вудман. Вудман тоже выглядит не очень приятно. Но этот ещё и расхлябанно выглядит, понимаешь. Он вот, ну, в общем, не знаю. Суд в любом случае рассудит. Мне кажется, что нельзя в 30 эпизодах обвиняться, при этом не делая ничего. То есть это, получается, примерно по 11 лет на эпизод ему дают? Ну, получается, что так. Ну, ведь преступление против половой неприкосновенности в США довольно серьёзное. Да, как, в принципе, и везде, наверное. Предполагается за эти преступления довольно жестокое наказание, что логично. Поэтому, ну, в общем, будем следить за развитием данной ситуации. Блин, а вот вам не кажется странным, что чувак снимался более чем в 2000 порнофильмов и при этом занимался подобными вещами? Мне кажется, ну, люди в индустрии настолько затрахиваются на работе, что, мне кажется, подобными вещами заниматься им даже странно. Это вообще какой-то очень странный, мне кажется, подход. Ну, типа, блин, убийца или там грабитель. Ну, люди же совершают преступления не потому, что, да, они там присыщены там какой-то своей жизнью, а просто потому, что, возможно, в голове есть какие-то психические нарушения. Ну, вот я к тому и говорю, что в случае, что у тебя происходит какая-то деформация, чисто как когнитивная, когда ты, блин, зарабатываешь на жизнь сексом, а потом считаешь, что все остальные вне съёмочного павильона согласны с тобой спать. Эпизоды у него преступные, в том числе, возникали после того, как он перешагнул рубеж в 64 года. То есть, возможно, из индустрии уже так или иначе он вышел, а желания какие-то сексуальные остались, но при условии того, что выглядит он не очень, решал проблему. Ну, резьбу сорвало он уже таким вот образом. Слушайте, парни, тут есть два момента важных. Первый – это само это предположение, что порноиндустрия сделала из него маньяка. Оно очень токсичное, потому что мы с вами тут разбиваемся об стол, чтобы как-то дестигматизировать порноиндустрию и показать в этом что-то прекрасное и глубокое. Но при этом получается, что если мы всерьёз воспринимаем мысль, что человека таким сделала порноиндустрия, получается, что это действительно должно быть стигматизировано, что люди из порноиндустрии, они потенциальные маньяки, и сексуальные насильники. Но получается, из твоих слов, немножко так. Я думаю, что это не виновата порноиндустрия в том, что он стал маньяком. Но предположений о том, почему так случилось, можно делать очень много. Ведь сексуальное насилие, оно очень распространено. Людей известных и неизвестных, которые замешаны в таких преступлениях, их очень много, жертв очень много. Показаний, не знаю, заявлений и признаний публичных и непубличных тоже очень много. Поэтому искать корреляцию прямую здесь я бы не стала. И второй момент — это та самая теневая сторона индустрии, о которой мы тоже говорили, что при условии, что нужно это дестигматизировать, и что есть в этой индустрии какая-то структура, и всё работает нормально, эта работа — это профессия, всё равно никто из порнозвёзд не застрахован от того, чтобы стать жертвой не только сексуального насилия, но вообще любого другого преступления. Поэтому тут уж разговор про то, как нам реформировать эту индустрию, чтобы и секс-работников тоже достойно защищать. Но, как я поняла из того, что прочитал Паша, нет никакой с этим проблемы. Есть заявление, его рассматривают официально, на полном серьёзе в суде, и человеку грозит срок, так поняла, пожизненный. Речь-то не в том, что индустрия такая плохая, а в том, что мужик на протяжении кучи лет исправно реализует свои сексуальные желания, а потом в один момент всё это прекращается, и ему срывают резьбу. Ну, опять же, мы можем только гадать. Может быть, у него была какая-то травма в детстве, либо, может, вообще, в принципе, об этих преступлениях стало известно, но неизвестно, сколько преступлений остались за кадром. То есть, это, может быть, вот эти звёзды сейчас подтвердили в этих 11 исках, ему там, не в 11, сколько там? 30. 30 исках ему определили. Может быть, было что-то ещё, чего либо не докопали, либо, не знаю, было списано, ну, это неважно. То есть, мы не можем как бы провести какую-то прямую связь с этим, и я бы не стала. Ну, в общем, тут же, конечно, возникли ассоциации с Вейнштейном, потому что первый такой процесс, да, он громкий был именно над данным человеком, поэтому, ну, что, посмотрим. Мне кажется, конечно, это всё должно быть порицаемо, наказуемо и в будущем недопустимо. Кэнцел ему, кэнцел объявили. Да, ладно, давайте к следующей новости. Житель Лос-Анджелеса. Хао Куо Чи, так и хочется сказать. Ну, коренной. Коренной житель, да. Лос-Анджелеса, Америка, страна возможностей. Значит, что сделал господин? Признал себя виновным во взломе нескольких тысяч учётных записей iCloud в поисках обнажённых женских фото и видео. Ах ты ж, Хао Куа Чи. Да хихикался. Чи выдавал себя за представителя службы поддержки Apple, ну, можно, да, тоже как бы поверить в целом, и обманом заставлял пользователей раскрывать данные Apple ID, и также часто взламывал iCloud по просьбе других людей. То есть в России тебя просят пароль от Apple ID, чтобы привязать твой телефон, сделать из него кирпич и просить у тебя бабки за разблокировку, а человек просто воровал фотографии. Интимчик. ФБР обнаружило, между прочим, эту всю историю, то есть серьёзно довольно структура занималась расследованием данного инцидента. Обнаружило, значит, ФБР в почте данного гражданина логина и пароли примерно от 4700 Apple ID. То есть трудился буквально не покладая рук. Он себе нюцов просто, мне кажется, на три жизни воровал. На отдельный он-дефанс аккаунт. Зломышник собрал коллекцию, Серёжа, специально для тебя, в смысле не собрал коллекцию, информация специально для тебя, значит, коллекцию из 620 тысяч фото и 9 тысяч видео. Список жертв насчитывает более 300 человек. Ни хрена себе, 300 человек наснимали 620 тысяч фото. Ломанул, так ломанул, да. Так они оптом, слушайте, мне кажется, там этот просто продакшн какой-то накрыли, да. Порнушный. Домашний. Они ему отказали в этом, в выплатах каких-то. Он, наверное, у них работал, и он решил им отомстить. В 2018 году Чи взломал iCloud неназванной знаменитости, после чего её фото были размещены на сайтах для взрослых. Затем было возбуждено уголовное дело. Следователи запросили данные у Apple, Google, Dropbox и Facebook для точного местоположения Чи и задержали его в мае 2021 года. Ему грозит, внимание, до 20 лет лишения свободы. Охренеть. Вот там и будет пересматривать. Это, конечно, ужасно. Сливать чужие фотки в сеть, конечно, ужасно. Но, Дженнифер Лоуренс, как же ты хороша, боже мой. Прям по-живому, да. Она очень хороша, очень хороша. Ну да, но всё равно мы порицаем кражу контента, который делался не для всех. Домашнее фото и видео должно оставаться домашним. Не для Паши и Серёжи. Уж лучше, конечно, думать, воображать и там что-нибудь себе накручивать, чем вот воровать чужие фотки. Это мерзко и как-то гаденько. Мне вот интересно, а Apple ему не накинут иск какой-нибудь на пару миллионов долларов? Возможно. За репутационные потери. Он же представлялся сотрудником. Я так думаю, что юридический департамент там много каких схем может попридумывать, как, собственно, горюного жителя Лос-Анджелеса привлечь к ответственности по гражданским ещё искам. В опасное время живём, парни. Вот так и потерялся потомок индейцев. К последней новости. Соответственно, движемся. Пациенты госпиталя для больных COVID-19 в Таиланде устроили оргию. Ну и слава богу. В одном из полевых госпиталей для больных COVID-19, развернутых в провинции, внимание, Самут-Пракан, поблизости от Бангкока. Очень страстное название. Провинция Самут-Пракан близ Бангкока с полевым госпиталем. Так вот, пациенты устроили сексуальную оргию с алкоголями и наркотиками. Сообщает какое-то тайское издание, я всё равно не прочитаю его название никогда. По сообщениям врачей, тайские полицейские вмешались только после того, как в ходе оргии началась драка. То есть, ну, до этого, в принципе, всё всех устраивало. И один из участников серьёзно пострадал. Полицейские не смогли обнаружить у пациентов наркотики, однако факт их употребления сумели запечатлеть камеры видеонаблюдения. Вот что значит тайские полицейские. Вот российские бы нашли наркотики, даже если факта употребления бы не было, понимаешь? Ну, мне нравится то, что люди, понимаешь, борются с болезнью. То есть, COVID-19 им не страшен. Они такие... Пиво время чумы, декамерон, всё по классике. Мы умрём, но будут жить наши дети. Вы ничего не понимаете. Где-нибудь здесь, на поле. Они формировали коллективный иммунитет. Они обменивались всеми жидкостями, которые могли... А наркотики зачем? Это чтобы... Для ускорения обмена жидкостей. Как бы метаболизм. Чтобы музыку громко не включать и не беспокоить. В конце концов, откуда они знают? Вот там на видео факту потребления наркотиков. Что они там? Может, это не наркотики? Вдруг они оскорбинки снюхивали? Может, они этот, БЦАшечку пропивали? Да, да. Никто не знает, правильно? Мне интересно, где тайские больные в поле нашли наркотики? Может, они там просто траву урвали, сорняки докурили? А может, они на кокаиновой ферме развернули госпитал? Учитывая, что в Таиланде очень строгое законодательство в отношении наркотиков. У них там вплоть до смертной казни всё. И во 2004 году, если я не ошибаюсь, был прецедент, когда двум гражданкам Украины дали пакетик провести с собой, а там оказалось что-то около полукилограмма белого порошка, известного содержания. И там, несмотря на то, что за них вступались все посольства в мире, по-моему, привели в исполнение смертную казнь. Могу сейчас ошибаться, но что-то какую-то... Ты же ещё иностранцы. Такую историю я слышал. Несмотря на то, что при этом наши граждане, которые летают по турпутёвкам туда активно пробуют всякое, но, ребята, помните, можно попасть очень серьёзно, а тайская тюрьма вещь страшная, лютая. Не надо. В общем, да. Поэтому мы против наркотиков, против ковид-19, ну, мы, конечно, безусловно, за занятие любовью, но давайте как-нибудь держать себя в руках и в полевом госпитале не устраивать такое, потому что, ну, дайте врачам работать. Вот как ему вводить инъекцию, если, извините, ты там весь-то дрожишь. Да, не дёргайся ты. Ну, да, это уже вопрос другой, как вводить. Вот, такие новости на этой неделе. Интересная сводка сегодня. Ну, что ж, тогда предлагаю перейти уже к нашей теме, потому что, если честно, они терпятся очень. Чё, и даже не расскажешь нам, как прошла годовщина двух месяцев? О, точно. Спасибо, что напомнили. Ну, короче, рассказываю. Захожу я, значит, в магазин и покупаю фанты 18+. Там всякие карточки, типа, завяжите глаза, там, скушайте виноградинку из его пупка и прочее такое. Ну, это я сейчас, конечно, фантазирую, я уже не помню, но было прикольно. Но где-то сейчас люди, которые эти фанты делают, скушайте виноградинку. Ага, спасибо, версию 2.0 выпускаем. Это была единственная игра 18+, в магазине игр, в которую я пришла. Я почему-то не додумалась сразу пойти в интим-магазин, там бы, конечно, побольше был размах. Но, тем не менее, я очень долго изучала коробку зачем-то, боясь, что там внутри окажется полная дичь. Но в итоге на свой страх и риск я ее купила. Прихожу, значит, такая домой, типа, дорогой, с двух месяцев, чем тебя. Он очень удивился, сказал, а мы что, разве должны были дарить друг другу подарки? Да. Но я, как настоящая женщина, сказала, нет, милый, я просто захотела, вот, значит, импровизация. Но мы оба были в готовом к этому настроении, поэтому поужинали и начали играть. Ну да. Начали играть. Там забавно, там три колоды, короче, для него, для нее и общее. Вот, мы только общие успели разыграть. Так вы ее успели разыграть или наполовину остановились? Нет, мы до конца дошли. Но вы оба выиграли. Да. Ой, отлично. Произошла общая победа. Да, в общем, хорошо отметили. Два месяца ждем, когда третий вот будет. Ну, естественно, да. Вот, да, в следующем месяце. Теперь еще и все наши слушатели ждут, когда будет третий. Да, у нас еще две колоды осталось, так что до четвертого месяца. А чулки? Прям какая-то новая версия простоквашина. Потерпи, дядя Федор, еще две колоды осталось. Три платья, две колоды. Чулки были куплены, благополучно приобретены, но вход не пошли, ибо до них не дошло дела. Так что чулки как-нибудь в следующий раз. И вообще, вы сейчас раскрываете все карты. Вдруг он будет слушать мой подкаст и узнает, что там у меня полный шкаф всякого арсенала, которому я его готовлю. Запрещаем. Милой, если ты это слушаешь, то... То да. У нее там много чего. Дома поговорим. Я так понимаю, ему тоже придется готовиться теперь? Ну, я надеюсь. Ну, как бы Дайсон сам себя не купит. Точно. Даша. просто признайся, что ты просто нашла повод, но с ничего купить себе Дайсон. Ну, какой может быть здесь повод? Я достойна Дайсона. Дайсон, вы нам должны уже денег за рекламу, ну, типа, пора бы, пора бы уже, ребята, ну что же. А прикинь, они реально послушают и пришлют мне этот Дайсон, я такая вообще, да, мы тогда спецвыпуск сделаем, ребят, будем тут сушиться. Просто гудеть им в микрофон. Сушиться всей студией будем вместе. Да, после того, как я в очередной раз разолью на стол воду. Спасибо за внимание. Ну что ж, может, к теме. Слушая все эти твои новости, Паш, ну не твои, а вот эти вот общемировые новости, кажется, что людям очень хочется добраться до чего-то интимного контента, но мы с ребятами, как мы уже сказали, полностью это порицаем, и поэтому хотим предложить вам альтернативу научиться просто делать классный свой контент, чтобы смотреть свои видео самостоятельно, когда вам хочется, и, собственно, когда не хочется тоже смотреть, чтобы захотелось. Ой, Господи. Вообще, у меня лично неоднозначное отношение к домашнему видео. Я сейчас говорю не про порно, которое можно посмотреть, да, каких-то двух людей, которые там у себя на кухне между варками пельменей и нарезанием салата чем-то там занимаются, а я говорю о съемках домашнего видео, ну вот как бы в жизни, да, то есть я, ты, Паша, Сережа, я, ты, Паша, Сережа. А кто, извините, ты? Да, в общем, да, я это имею в виду, не имею в виду, что мы вместе что-то снимаем. Мы только записываем что-то вместе, да. Но как вы вообще относитесь к тому, чтобы записать что-нибудь такое? Я, в принципе, очень положительно и даже периодически занимаюсь подобно. А, практикуешь, значит, есть что посмотреть. В общем, если кто захочет взломать, Сережа, Apple ID. Чу, Сю, Хоу, как-то там, как тебя зовут, Чи. Да, в общем, есть там на что посмотреть. Я так предполагаю, конечно. Ну, он только что об этом сказал, что-то. Да, я предполагаю, а Бог располагает. Не, в моем случае я не сторонник, если честно, этого всего контента. Мне это... Непонятен ни в чем прикол самого процесса съемки, ни просмотра после этого. Ну, вот. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто это делает и находит в этом какое-то удовольствие. Но вот для меня лично я но. Да, а между делом он отписывается от меня в Инстаграме прямо сейчас. Не осуждает он. Ну, Паш, я знаю, что ты взглядов консервативных. Ты у нас взглядов консервативных. Нет, я сраный либерал. Вы что, комментарии не читаете к нашим подкастам? Сережа, объясни Паше, почему это кайф? Ну, смотри, когда в процессе происходит очень все жарко и хочется запечатлеть этот момент и посмаковать его подольше. Это во-первых. А во-вторых, ну, как-то, знаешь, когда вы не живете вместе, вы как-то, ну, судьба вас разводит спустя какое-то время, ну, как-то легче переживать разлуку. Ты смотришь, и там какая-нибудь вот та самая милая задница. Ну, классно же. Развращенец. Вот для меня этот сценарий самый тревожный, потому что одно дело, когда вы в паре, типа, снимаете, вы испытываете трепет от осознания, что где-то там на телефончике хранится тот самый видосик, и вы можете в любой момент его воспроизвести. И я понимаю прикол съемок. Типа, вы занимаетесь сексом, и вы снимаете, и в этом есть какая-то доля прикола и чего-то нового. Но мне очень тревожно знать, что вот я, допустим, занималась сексом с парнем, был вот этот момент, потом мы расстались, эти видосы у него хранятся, и один бог знает, куда эти видосы потом отправятся. Да, ну, слушай, ты же, я надеюсь, ты не встречаешься с мудаками. Нет. Ну вот, когда человек не мудак. Ну, кто его знает? Человек может в один момент взять и стать мудаком. Ну, слушай, это генетически, как бы, вот оно в ДНК записано. как он привык, на самом деле. Это просто очень странно, когда вы уже не вместе, а он там что-то смотрит. Не, ну, вы же не вместе. Ну, а что ты не... Это было ваше общее прошлое. Может быть, не вместе, но ты же по-прежнему Ну, это обозарно. Ну, так и в чём проблема? Вы нюцами обмениваетесь же, и ты же потом не просишь удалить. Знаешь, ну, бывает же такое... Не прошу, я сама удаляю. Когда ты вот тебе... У меня такое часто было, особенно в период вот полового созревания, когда тебе нравятся вообще все в физическом плане, ну, типа женского пола особи. И ты такой думаешь, ну, вот по характеру, по разговору, по интеллекту мне эта девушка не нравится вообще и скорее даже раздражает. Но внешне... Ну, это же песня. Ну, конечно, да. Поэтому тут как бы я не вижу никакого противоречия между тем, что ты расстался с человеком, и ты поэтому не можешь его физически хотеть до сих пор. помню. А вот эти вот истории, что, блин, я написал опять бывший, и мы опять... Сняли новое видео. Да, 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 да. Ну, то есть изначально вы стали встречаться, да, там проводить время вместе, именно потому, что вас тянуло друг к другу, в том числе и внешне. Поэтому тут ничего... Что-то же вас вместе свело, ну, да, развело. Ну, короче, все, что я хочу сказать... Разумеется, может быть, это творчество Моне, или Моне, или кого угодно там еще. Или их обоих. Или вот эти вот книги, которые Даша читает. Как она называется? Дикамерон. Дикамерон, да, и всякая история. Настольная книга моя. Но, так или иначе, рано или поздно, разговоры про Дикамерон, они переходят... В Дикамерон. Ну, да, человек, который читает Дикамерон, не должен стесняться снимать домашнее порно. Все, что я хотела сказать, что меня тревожит момент, что снимать домашнее видео, и при условии, что оно хранится у вас обоих, да даже если оно хранится только у тебя, учитывая новости, которые ты там с ней зачитал, это очень небезопасно. Я бы очень не хочу проснуться утром, зайти на порнохаб, увидеть там видос со мной. Знаете, вот как бы я себе не нравилась, но это как-то очень неприятно. Есть отличный фильм с Джейсом Фигелом, который Маршал из «Как я встретил вашу маму». Обожаю этого актера, боже мой. И, господи, очень известной актрисой, которая забыл, как зовут... Где еще снималась? Отпуск по обмену Ангелы Чарли. Кэмерон Диас. Кэмерон Диас, да, разумеется. И вот там вот, собственно, весь движок на том, что люди решили обновить свою сексуальную жизнь и как-то привнести в нее новые краски. Они семейная пара там, и они снимают хом-видео, где она в роликовых коньках, там что-то творится, какое-то безумие. А, и потом они пытаются его удалить. И они выкладывают в общую папку, там куда-то в iCloud или что-то. В общем, оно пошло не в приватный доступ, а везде. И они пытаются залезть, в том числе, на серваки Порнхаба. Да, где стоят сервера Порнхаба. Комедия? Да, да, да. Ну, естественно, Джейсон Сигел и Кэмерон Диэс там снимаются. Что это еще может быть? Вот. Ну, я к тому, что там вот эти последствия, которые довольно на самом деле страшные. Там, естественно, все в хомичном ключе описано, но вообще, я так предполагаю, что особенно в России обнародование вот этого всего, это, конечно, несет массу неприятных негативных последствий. У нас, кстати, был выпуск, который частично затрагивал всю эту историю один из первых, да, про правовые, собственно, основы всей этой истории, и что, в принципе, если кто-то сознательно распространил, да, слил нюцы своей бывшей, то можно вас подтянуть и в законодательном плане ответственности. В том числе. И, кстати, меня тоже флешбекнуло в тот выпуск, когда ты сказала, что если бы что-то с тобой слилось, ты была такая, ммм, да я вообще-то ничего. Одно дело, когда ситуация уже произошла, и мне нужно как-то с ней справиться, то, конечно, я бы свое лицо не потеряла. Вот. Ну, я просто, у меня такое отношение к жизни, ну, такое, с юмором. То есть я понимаю, что в нашем мире тебя могут зашеймить и забулить за вообще за лютую хуйню, не говоря уже, а если бы кто-то слил мои нюцы, то хуйней бы это не было. Поэтому так же скромненько. Все бы, знаете, ли обсуждали. Даже не добавить ничего. Да, поэтому я бы, конечно, отреагировала как взрослый, зрелый человек и сказала бы, ребят, ну, камон, ничего, никогда сиськи не видели. Ну и все. А другой разговор, что, конечно, мне бы было неприятно, я бы не хотела, чтобы это произошло, чтобы проверить, насколько классно я бы на это отреагировала. Да. Вот. Ну, ладно, снимать или не снимать, это вообще ваша личная, наши слушатели, ответственность. Боитесь, не боитесь, как я или как Сережа готовы ворваться в бой. Тем не менее, мы сейчас вот с парнями расскажем вам, дадим им пару лайфхаков, как сделать такой видос, если уж вы решились максимально эстетично. Так как эксперт по съемке хоум-видео из нас троих только Сережа, я решила... Мы послушаем и помолчим. Прошу вас, Сергей, начинайте. Я решила подключить еще экспертов. В общем, есть некая... Это очень мило с твоей стороны, очень великодушно. Мне благодарим. В общем, есть профессиональная актриса и режиссер порнофильмов Пандора Блэйк. Если честно, ничего о ней не знаю, возможно, какие-то даже работы ее мне удавалось видеть, и, возможно, даже вам, но, тем не менее, Пандора Блэйк рассказала пару советов о том, как подготовиться к такому мероприятию. Самый первый совет, который дает Пандора, это убедиться, что видео, которое вы снимаете, действительно будет только между вами. И это частично о том, о чем я говорю. Очень важный момент — договориться сразу на берегу со своим партнером, для чего вы это видео снимаете. Будет оно храниться только у вас или только у него, или как в каком-то общем хранилище, как у Кэмерон Диаса и Маршала, как я встретила вашу маму. Или, ну, то есть, может быть, есть какой-то чат, я не знаю, в котором... На VHS, можно снимать на VHS. Да, либо на VHS, да, это самый безопасный, законодательно самый безопасный способ снимать про нашу. Да, вы его больше нигде не воспроизведете. Да. Разно пишете и больше никогда не увидите. Но сам факт, сам факт, он будет заводить, это же, конечно, будет лежать и манить, манить к себе. В общем, да, самое важное — это обговорить на берегу, кто будет, для чего вообще это видео нужно. То есть, это для ваших игрищ, для вашего задора, для укрепления вашего союза. Нужно убедиться, что у вашего партнера нет каких-то там, не знаю... Конечно, Пандоре легко говорить. Убедитесь, что у вашего партнера нет каких-то там скрытых мотивов. Мне кажется, очень сложно. Человек тебе может в глаза смотреть и говорить, это только для нас, а потом всем своим друзьям на футболе во время пива, за пивом во время футбола, я хотела сказать, будет как бы по кругу телефон пускать и показывать. То есть, тут такой момент, что уж, конечно, мы за вас не определим, насколько ваш партнер или партнерша ответственные и благородные люди. Ну и в целом, насколько сейчас цифровая безопасность может вас обеспечить анонимностью прям на 100%, никто вам гарантировать не может, поэтому стоит задуматься. Возможно, лучше рисовать. Возможно, лучше сразу снимать это в Snapchat с масками какими-то. Да, это же, а потом подумай, какие мы старые, боже. Да, я им про Snapchat, а не про Titanic, ну понятно. Ну, как бы там ни было... Ты слышал, я про VHS сказал минуту назад. А я поддержал по нему. Ну, мы все поддержали. Ладно, как бы там ни было, может кому-то показаться, что раз так много рисков, зачем и говорить. Я считаю, что говорить важно, потому что сам факт того, что вы подняли этот диалог, он поможет вам уже как-то в более осознанном ключе работать. Потому что если вы не поднимаете этот диалог, молодой человек имеет полное моральное право до себя в своей голове, ну или не обязательно молодой человек, может, девушка, в голове себя додумать, что мы якобы вот так, ну, наверное, вот так мы и договорились. Поэтому просто ради того, чтобы закрепить услышанное, нужно это проговаривать. Ну, прежде всего, мне кажется, стоит обозначать факт согласия в принципе на подобную съемку, сказать, слушай, как ты вообще относишься к такому? Мне как бы хочется, а хочется ли тебе? Если тебе не хочется, я это делать не буду. Вот это как бы здоровая позиция. Ну, разумеется, мы сейчас говорим с позиции, что уже люди решили это снимать. Понятно, что, конечно, концепт согласия никто не отменял, и пока вы решаете, хотите вы этого вообще или нет, и если уж решили, что хотите, следующий этап – это обсудить, какое будущее будет у этого произведения, что оно будет из себя представлять. Поэтому да. Напоминаем, будущее может быть только для домашнего использования, ни в коем случае не в целях публичного распространения, уж тем более публичного распространения за деньги. Абсолютно верно, точно. Так что да, только для души. Следующий совет, который дает Пандора, это обсуждать содержание самого видео. То есть, чтобы хорошо подготовиться к съемке, нужно четко обсудить, кто будет в каком положении, кто будет где находиться, как при этом взаимодействовать. То есть, какой-то небольшой сценарный план хотя бы на словах у вас должен быть. Раскадровочку накидать все-таки, да. Конечно, это такой совет из разряда уже мы двигаемся к чему-то более профессиональному, да. То есть, понятно, что можно просто поставить там камеру, как кое-как, пока она там не съехала, и просто расслабиться. И у вас будет видос с одного ракурса, с затемнением, с пяткой на весь экран, или с чем-нибудь похуже, или получше. Как повезет. Да, но если вы хотите снять для себя какой-то красивый контент, на который приятно будет потом любоваться на годовщину или на двухмесячье, вот. Мне интересно представить ситуацию, в которой будет уместно посмотреть совместное видео на двухмесячье. Не поняла вопроса. Ну, сидите вы такие, ужин при свечах, слушай, а давай посмотрим наши порно. Не, ну слушай, есть же нормальная такая практика в парах, когда вы вместе смотрите порно. Кстати, была карточка такая у нас. Да, хорошо. Вот, и с порно, если вы смотрите вместе, почему бы не посмотреть. Ну, вообще, зачем люди снимают, чтобы просто снять и потом забыть, как страшный сон? Нет, снимают, чтобы потом смотреть. Нет, ну, мне кажется, снимают и по разным причинам. Я слышал, что даже, в принципе, люди, которые обращаются к специалисту, им иногда советуют для, так скажем, разнообразия. Внесения красок в половую жизнь. Просто для того, чтобы посмотреть на своего партнера со стороны, когда ты с ним непосредственно в близости. Ну, на себя тоже, безусловно. То есть, ну, я читал обоснование такое, что ты постоянно там видишь своего супруга, супругу в процессе акта, лицом к лицу, а тут ты смотришь, как будто это другие люди. У тебя вот тот же эффект, когда ты смотришь эротическое видео, что это какой-то другой человек. И что-то какие-то новые чувства свежие у тебя это вызывает. Поэтому... Я с тобой абсолютно согласна. Поэтому, Серёжа, вот этот выпад как бы, да, не засчитывается, потому что, ну, ты же, допустим, снимаешь... То, что произошло. Ты же снимаешь девушку, допустим, снимаешь просто фотку, да, типа там делаешь у себя на телефоне, хранишь. И также можно было спросить, ну, при каких обстоятельствах вы бы захотели эту фотку посмотреть? Это кто-то, вот это старуха Шапокляк спрашивает. При каких обстоятельствах вы сняли эту голую фотку, Сергей? Да, то есть сняли для того, чтобы вместе потом на неё передёрнуть. Ну, или заняться дальше делами своими домашними. Меня просто интересовало это в контексте именно двухмесячей. Так-то... А какая разница? Два месяца или полгода? Вы вместе, вам классно, вы влюблены, вы занимаетесь любовью. Ладно, у нас с тобой разное восприятие этой ситуации. Двухмесячья? Да. Ну, значит, ты никогда не был влюблён в девушку или... Ничего ты не понимаешь. Ну, может быть, ладно. Разные просто, разные поколения, разные взгляды. Зачем ещё нужен вот этот вот разговор? Кажется, что тут говорить? Ложитесь, тушите свет, бросайте гранату. Но нет, разговор, по мнению Пандоры, важен, потому что во время съёмок, во время уже, как бы, да, когда камера будет работать, могут начаться всякие бытовые разборки, типа, ай, больно, ай, убери ногу, ай, прищемил волосы, ай, вот здесь подвинься, здесь давай переляжем, давай по-другому, ай, моя нога застряла в диване, ой, мне кажется, сорвали шторы. То есть, чтобы не было вот этого цирка-шапито, Пандора предлагает заранее обговорить, кому, куда, как, зачем, под каким углом, и, собственно... Если вы, конечно, не планировали изначально снять вам видео в стиле... В жанре юмореска. Да, юмореска. Тогда, естественно, прямиком на Бразерс, и всё, и нормально. Ну да, да, там есть чем вдохновиться. Собственно, да, позы нужно обговорить, кто вообще, да, в каком ракурсе будет сниматься, и, собственно, ну, тут ещё такой хороший момент, вы можете партнёру сказать, что да, вот так, допустим, мне будет некомфортно, и вообще мне всегда так было некомфортно, поэтому и на видео... И видео больше никакого не происходит, потому что... А почему ты молчала всё это время? Да, и ссора. Начинается ссора, всё, вы забросили видео, и никогда больше не увидите, как вы занимаетесь сексом, а, возможно, там классно. Это как-то печальненько. Ну, слушай, разный же бывает контекст. Вот, например, когда вы там в начале отношений, да, у вас там может быть суперстрастный секс, и вы там даже не замечаете, что у кого-то там волосы летят в разные стороны, у кого-то, не знаю, там челюсть сводит или ногу, то есть... А в отношениях, когда уже подольше, там, конечно, вы уже притираетесь друг к другу, и кажется, что механика налаживается, но в какой-то момент уже может пропасть элемент страсти, и чтобы секс не выглядел механическим, туда нужно как бы какую-то продюсерскую, значит, сценарную работу проводить. Я считаю так, что хороший контент, он должен делать согласно каким-то правилам. Лекалам определённым, да? Да, это совершенно верно. Производство должно быть этичным. А не вот это вот всё как бы там уж как... И так сойдёт, как говорят на Руси у нас. Так ещё не вставляли цитаты из мультфильма «Вовка» в 39-м царстве «Рассказ про порно». Хотя нет, почему? Я думаю, часто вставляют. Правило 34. У нас тут вообще компот с вами. Правило 34. Ну, это согласно которому на любое произведение массовой или элитарной культуры есть порнофильм. Паш, такие вещи не знаешь. Ну, хотя там вполне много персонажей. Там же не только прокультурный контекст, там же вообще в принципе на любую фантазию найдётся тебе как бы продукт. Ну да. Я просто имел в виду в контексте какого-то произведения. Типа ты шиперишь определённых персонажей и такое всё. Не нужна, правда. О, началось, началось. Ладно, едем дальше. Помимо сценария, ракурсов и пост, стоит обсудить ещё, конечно, антураж. Вот помимо Пандоры есть ещё звёзды OnlyFans, которые тоже как-то однажды давали свои советы о том, как стоит снимать домашнее видео, то, чтобы было красиво. Советуют, значит, чтобы комната была просторной, чистой, светлой, чтобы не было там ничего лишнего. Живите в Майами в особняке. Или в Москва-Сити. Окей, спасибо. Имеется в виду, что антураж комнаты не должен захватывать внимание, потому что это вот как мы с вами в подкасте. О, и там, значит, такие обои были красивые, кровать такая. Где они такую купили? То есть, да, чтобы фокус внимания не уходил на... Хотя, с другой стороны, если вы это вдвоём смотрите, вам же какая разница? Вы же уже знаете, где вы эту кровать купили. Ну, правда, знаешь, странно, когда ты покупаешь 4К-камеру, снимаешь в офигенном разрешении на кухне, видишь, что у тебя там на фартуке кухонном пятно жировое. Я думаю, я так же хотел сказать. Там нахреново его моет. Ты такой, да, давно пора эти полки поменять. Они уже не модные, не стильные, меня бесят вообще. А видите, вот почему это полезно для отношений. Потому что вы по другим углом смотрите не только на свою сексуальную жизнь и как-то себя там, да, бодрите, но и переоцениваете вообще вашу бытовуху. В какой жопе мы живём, дорогая? Какое порно! Надо переезжать, чёртова мать. Вы посмотрели, проанализировали, сделали ремонт спальни, и тебе твоя вторая половинка и говорит, ну что, теперь давай в кухне снимем. Хороший план. Желательно вот на фоне непосредственно бытовой техники. Вернее, её отсутствие. Да, да. Вот тут бы хорошо, рядом с моей жопой, смотрелась какая-нибудь духовочка, знаешь, такая вот. Посудомоечная машинка, да. Женщины, берите на заметку, хороший способ добиваться покупки техники. Мужчины, простите. Вы уж мне, поверьте. Самый неочевидный вывод сейчас был. Вы уж мне, поверьте, работает. Говорит Пандора про естественность. Быть в кадре нужно естественно. Потому что я могу понять, почему, знаете, хоть и не сталкивалась с такой проблемой, но кажется, что когда тебя снимают на камеру, ты начинаешь немножко сковываться. Я сейчас не говорю даже апропорно, вот, допустим, там видео кто-то снимает, ты же такой, типа, до этого 5 минут зажигал, там какие-то шутки офигенные откалывал, а тут тебя начинают снимать, и ты язык в жопу засунул. Соответственно, в порно тоже такое может произойти, очень интересный родитель. Да, в порно-опорнение очень часто происходит. Чистенько залетает. В общем, да, то есть люди тушуются, как-то сжимаются, как-то что-то там у них происходит, какие-то стеснительные моменты, и чтобы этого не было, нужно максимально расслабиться и делать только те действия, и вести себя только так, как вам комфортно. Потому что кажется, что если ты снимаешь домашнее видео порнографического характера, то ты должна стонать просто как не в себя, изгибаться в какие-то невероятные зигзаги, быть всегда только с лучшего ракурса, хотя пока не снимешь, не поймешь, какой ракурс лучше. Ну да. Вот. Пандора советует просто расслабиться, просто выбрать комфортное, удобное положение и не пытаться строить из себя какую-нибудь Джулию Энн. Ну, опять же, если вы считаете для себя, не считаете, а вы себя чувствуете естественно и комфортно, когда вы изгибаетесь и кричите, ну... Да, флаг вам руки и барабанши. Только можем порадоваться, да. Да, Паша разрешил, помните. Еще... Ах ты ж, ну ладно. Ответственность немножко. Накинула, накинула. Еще также звезды Сонлифанс дали другой совет. Помимо поз и естественного поведения, есть еще момент одежды. Очень меня, конечно, порадовал этот пункт, типа, оденьтесь в удобную одежду. И тут для меня весь, значит, порнофлер немножко как бы съехал. Но тут какая мысль, что даже несмотря на то, что вы будете в каком-то красивом белье, вам должно быть комфортно и удобно, потому что весь дискомфорт, потому что у вас чешется, колется, застревает, оно все будет видно на видео, потому что в обычном сексе вы как-то вроде не можете, не продаетесь этому значения, зная, что ну все, ну сейчас как бы снимем, все нормально будет. Ну плюс еще, мне кажется, в одежде есть какой-то элемент сюжетности, если вы хотите как-нибудь так изъебнуться, извините за выражение, то как-то, ну, какая-нибудь ролевая модель, она там мисси сестра, у нее молния на халате заела, и вы все полчаса видео пытаетесь ее расстегнуть. Паша, ты так задумался. Тебя волновало этой ситуации? Я просто представил, ну, вот эту тупость, когда у тебя идет съемка, вы вдвоем пытаетесь расстегнуть молнию. Один начинает беситься, знаешь, а еще этот дебильный халат медсестры, мы же взяли его в аренду, надо было купить, так бы можно было вообще ее сломать, да, теперь что с ней делать, непонятно. Можно потом в конце нарезку блуперов сделать. Да-да-да. Удачных блуперов. Как у Джеки Чанос. В общем, да, одежда должна быть не только сексуальной, но и, ну, комфортной для вас. То есть если вам хочется все-таки в красивом шелковом белье, ради бога, если хочется в штанишках, может, тоже ничего так получится. Варианты есть. Кстати, вот такую цитату приводит Пандора к подтверждению своей мысли. Самые привлекательные действия на камеру получаются не у того, кто пытается выглядеть совершенным, а у того, кто полностью предан сексуальному опыту. Как мне нравится это, предан сексуальному опыту. Сосредоточьтесь на своем партнере, на вашей прекрасной энергии. Это лучше, чем держать себя в неестественной позе, которая, по вашему мнению, выглядит хорошо. Как много здесь смысла, да? Я сейчас как будто на какие-то женские круги попал или на ретрит. Ой, не надо, ой, не надо. На красную поляну возле этой штуки. Согласитесь, звучит очень, ну, не то чтобы романтично, очень эстетично. То есть как будто бы из процесса съемки домашнего видео мы попадаем в какую-то историю про двоих, про их сексуальный опыт, про их отношения, про их чувственность, про их интимность, про какой-то вот этот вайб, который вы делите пополам. И если вы наслаждаетесь только им и фокусируетесь только на нем, то совершенно неважно, изгибаетесь вы, да, или в какой вы там позе. А вот об этом я говорил в самом начале, когда у вас особо пикантный момент, и вы решаете его запечатлеть, чтобы потом еще раз восполнить это в памяти и кайфануть. Теперь я поняла. А ты на меня накинула что только просто. Ну да, накинула, да. Получается, Серега был какое-то время вот чуваком, которого не ценили, понимаешь. Получается так. Сереж, ну я тебе приношу свои искренние извинения, свой базар забираю обратно. Действительно, в этом новом контексте, в этом открывшейся для меня новой стороне этого вопроса, действительно получается так, что вот этот опыт сексуальный, он первичен, чем, так сказать, какие-то морали, какие-то причины, аргументы. В общем, это все шушера. Плюс видео, это же такая импульсная штука, когда вы в отношениях, вы хотите что-то снять. Это, ну, обычно, когда по договору это происходит, происходит как-то странно. В Сарата очень сильно. А тут максимально естественно. Но мы помним, да, что предварительно ты предупредил, что сейчас будет импульс. Ясен пень. Внимание, импульс. Сейчас выйдет из птичка. Сейчас подчерикаем. Ладно, очень важный момент. Прямо я вот уже ждала, когда появится этот совет. Это свет, ребята. Свет это просто, это же боль любого жителя Хрущевки, или я не знаю. Ладно, мы южане, у нас тут солнце круглый год светит, но бывают же там более темные, так сказать, места нашей страны. Как сделать свет? Что ты, что ты живешь? Более темные места нашей страны. За Норильск обидно стало. Мордор. Хочу сразу облегчить всем жизнь и сказать, что профессиональный свет не нужен, поэтому не нужно скупать секс-шоп и магазин техники для того, чтобы записать 5-минутные, 3-минутные видосики. Софтболин вам не понадобится. Не думаю, что в секс-шопе есть профессиональный свет для съемок. Нет, я поэтому и сказала, два магазина секс-шоп и этот самый магазин техники. Ради ваших 5 минут это не пригодится. Но пользоваться каким-то естественным освещением лучше всего, конечно, потому что, как говорят фотографы, лучшая фотография, это когда естественно свет светит. Как бы, ну, вот такого без петра. Да, фотографы действительно так говорят. Без петра. Поэтому... О, золотой час! Нам надо потрахаться именно в этот промежуток. Да, золотой час, золотой дождь, все совершенно... Нет, вот так не говорят. Не, ну, некоторые, может, и говорят. Открываете окошко утром, желательно советуют утром, днем или ранним вечером. Но ранним вечером уже может быть темно, поэтому самый классный свет это вот, да, ну, уточкам до 6. Да. До 7. До 7, да, до 6 еще может быть темно. Но, опять же, смотря какое время года за окном. И смотря где, да. Иногда до 7 часов еще темень такая, что... Ну, короче, ребята, до 7, там, в промежутке до 9. Вот нормально. Открываете, значит, шторы и возле окна прям вот как-то... На радость соседям и пабликам типичный ставить название вашего города. Типичный. Начинаете, да. Да, в общем, можно расположиться. Был такой очень узкий даже совет. Расположитесь так, чтобы боковой свет падал на вас. Мне очень интересно, как вообще добиться. Вы не знаете тут, как принять какую позу, и очень много можете не знать о физике и вообще, в принципе, искусстве фотографии, экспозиции и там всякая Иса, не Иса. А тут, значит, боковой свет как-то нужно поймать. Я представил, боковой свет, милая, пора ебаться. Да. Погнали. Стань-ка боком под боковой свет. Или да, ой, подожди, здесь у тебя это... У тебя здесь блик некрасивый. Блик некрасивый, да. Но есть другой момент, что даже если у вас непрофессиональный свет, то всегда есть какие-то приложения, я не знаю, какие, даже не стала гуглить, если кому интересно, сами этим займитесь, которые якобы ретушируют, в общем, всю эту картинку, ну, типа как фильтры маски в Инстаграме, они вот делают вам маску на вашу вот эту, значит, порнографию. Еще другой момент, что, в принципе, можно пользоваться непрофессиональными камерами, ну, что было бы странно, опять же, да, иметь такое оборудование. Ну, да. Ну, разве что, если вы фотограф, купить камеру, которая снимает, снимала до этого аватара, мы купили. Да, да. Ну, почему бы нет? И VR-порно снимать. Да. Вот, можно пользоваться просто своими смартфонами, особенно если у вас какие-то последние модели, то вполне может получиться годный видосик, так что не парьтесь, расслабьтесь, хватит подручных средств. Ну, девочки, просто хайлайтер на щечке, и все, и в любом отражении, в любом свете просто все потрясающе. Да, вот еще дождитесь хорошего бокового солнечного света, он создаст красивые оттенки на коже и сделает из вас прекрасную нимфу. Мне прям нравится. Пандора, кажется, заряженная вот на эту всю тему. У нее очень хороший копирайтер, на самом-то деле, я так подозреваю. И, наверное, последний совет, который хотелось бы дать, это относитесь к происходящему с юмором, как мы, к нашему подкасту. Так что, да, вообще, ну, учитывая, что камера, в принципе, по-разному действует на людей, что они вести себя могут самым непредсказуемым образом, если получился какой-то конфуз. Вообще, и секс-коуч, и все вот эти специалисты всегда же советуют, да, если что-то произошло во время секса, что очень сильно может смутить, а такое происходит, то лучше всего просто вместе посмеяться, удалить это видео и перезаписать заново. Или решить, что это не ваше, и заниматься просто классическим ключом. для обычной. Жить дальше эту жизнь. Да, да, совершенно верно. То есть даже если ваше видео не получилось, нужно продолжать жить, продолжать пробовать. Вот. Так что, дорогие слушатели, вам, только вам и никому больше, кроме вас, решать, пробовать себя в этой новой роли или нет. Советы мы вам, как могли, накидали. Вдохновляйтесь роликами с известных ресурсов и помните, помните про уголовную ответственность. Так что, только для себя, только для себя. Нам тоже не присылайте, пожалуйста. Но если очень хочется, то можно. Нет. Но нет. Нет, нет. Можно, не надо. На этой ноте мы переходим к нашей завершающей рубрике, в которой наш порно-глоба Сергей прочитает нам гороскоп на грядущую неделю. Овен, у вас неделя из серии «Делайте, что хотите, только не трогайте». Все захочется опустить на самотек и не вдаваться ни в какие подробности. А любого, кто приблизится, ждет порция отборного игнора. Восполнить ресурс и растопить сердечко попробуйте с помощью секс-арт. Телец. Перед вами два стула. На одном кутеж во все тяжкие, на другом аскетизм желаний. Звезды предписывают садиться на первый, а за мамами можете понаблюдать у мам с тич-секс. Близнецы. Вам на неделе захочется лени, размеренности и простого человеческого проваляться в кровати трое суток. Досуг в этой локации подойдет любой, а за идеальным примером ползите к Белеса. Рак. Желание чего-то яркого и необычного, желательно пожестче, не отпустит вас до самого воскресения. Правда, никто из знакомых не решится составить вам компанию. Поэтому за исполнением фантазии понаблюдайте у Кинг. Лев. Во львах проснется источник страсти и попытки ее удовлетворить будут похожи на косплей турков из директа в Инстаграм. Правда, в отличие от них у вас больше шансов получить желаемое. Как обставить все по красоте смотрите у Тин Фиделити. Дева. Виды молодых ароматных тел пробудят в вас просто животные инстинкты. Настолько сильные, что окружающим пора прятаться. Чтобы подготовиться к созерцанию прекрасного, включайте кино от Sinful XXX. Весы. Чтобы получить то, что обещали звезды, придется включить все свое обаяние. А светило готовят многое. Романтичные вечера и жаркие ночи. За правилами съема идите к Blackthrow. Скорпион. На неделе будет много бытовых забот и важных дел, но забывать об истинном назначении своего организма явно не стоит. Это назначение удовольствия. К тому же наведению порядков вам будут активно мешать. Как все это выглядит, смотрите у Reality Kings. Стрелец. Вам захочется сиять и соблазнять о таинственности вас, как в последнем фильме Кубрика. Правда, в отличие от кинематографа, в жизни можно устроить маскарад и без последствий. Как? Узнавайте у Марка Дорселя. Козерог. Привычная куча дел нагло попытается украсть вашу личную жизнь, но вы сопротивляетесь и отстаиваете свое право на приятное времяпрепровождение. Чтобы вдохновиться на борьбу с дедлайнами, посмотрите пару фильмов DDF. Водолей. Вас, как и козерогов, ждет настоящая рабочая засада. Правда, даже покончив с делами, отпустить мысли о них будет совсем тяжело. А это не понравится ни вам, ни окружающим. Но вспомнить радости жизни вам помогут Виксен. Рыбы. Для повышения активного жизненного тонуса звезды предписывают гулять на свежем воздухе и пить вино. Возможно, даже одновременно. Чего можно ожидать от долгих прогулок, узнаете от Public Agent. На этой неделе звезды сложились для вас именно так. Это был подкаст Порно, развлекательный проект опорной индустрии. И в студии сегодня с вами были, как обычно, ваши лопуськи, зайки, кошечки, собачки. И мы. Да. Ваши самые пикантные ведущие, самые бескомпромиссные и бескомплексные, я хотела сказать. Да, бескомпромиссные это вообще не про меня. Я, мне кажется, самый компромиссный человек в мире. Вот это юрист. В общем, да. Это моя проблема. С вами были Даша, Паша и Сережа. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока.